Ну вот обратившись к православию и все-таки учитывая, что человек постиг немножечко ту мысль о том, что он бессмертен, что душа его бессмертна, но тем не менее никто не освобождает человека от прохождения вот этого земного жизненного пути определенным, правильным, я бы сказала, образом. Для этого существует несколько правил, да, как в разных религиях их называют по-разному, вот в православии это заповеди. Давайте немножечко поговорим о заповедях, насколько они просты в общем-то, да, в исполнении, но в течение вот уже там не одного тысячелетия люди до сих пор не научились безупречно жить по этим заповедям. Вот на ваш взгляд, в чем проблема или в чем сложность жить вот просто по заповедям, по совести, там, по сердцу? Ну, да, очень хороший вопрос. Он как раз касается самой сущности, я бы сказал, человеческой природы, в которой мы сейчас все находимся. Дело вот в чем, что христианство утверждает, что человек был создан без каких-либо изъянов. Но затем, может быть, вы помните эту очень интересную историю, которая описана в Библии, о том, что в раю, где был создан человек, было дерево познания добра и зла. И вот Бог сказал человеку, не вкушай от него, иначе смертью умрёшь. Ну, и затем история развивается таким образом по Библии. Искушение со стороны змея. Ева, значит, вкушает этот запретный плод и даёт также Адаму. И происходит вот то, что называется в христианстве великим грехопадением, то есть начальным или прародительским грехопадением. Что же здесь произошло? Есть такая очень хорошая мысль о том, что, конечно, дело не в змее, что змей является только символом или знаком того, что пришло человеку в мысль, когда он увидел себя царём всей вселенной. А именно, человек и был поставлен царём всего. Он увидел себя таковым, увидел себя Богом. А увидев себя Богом, он тем самым сказал Богу – ты мне не нужен. Так вот, таким образом была прервана та необходимая живая связь между Богом и человеком, благодаря которой только человек действительно был в состоянии райского блаженства, могущества, славы и величия. Прервана была эта связь. И произошло то, что на языке христианского богословия называется «произошло глубокое повреждение всей человеческой природы», скажем так. Что это значит? Говорят так – исказились те все добрые свойства, которые в человеке, и они приобрели неестественный, даже противоестественный характер. Например, хотя бы любовь – высшее, кажется, проявление человеческой природы, его свойства, богоподобные свойства. Оно исказилось. Как исказилось? Вместо любви – эгоизм. Вместо любви к истине – любовь к предметам, к вещам, к этому благополучию чисто внешнему, бытовому, жизненному. Посмотрите, это любовь – место любви к истине, красоте и к добру – во что превращается? Любовь к тому, что по существу тленно, всё сгнивает, всё разрушается, что в этом мире. Ничто не вечно под луной. Это пример того, что произошло. То же самое с гневом, например. Гнев по существу – это было положительное свойство в человеке. Гнев на что? На любое зло. Отрицание этого зла. А у нас во что превратился он? Мы гневаемся на людей, на самых даже дорогих подчас. Кажется, любимых, друзей, родных. В общем, гневаемся только за то, что они поступают не так, как нам бы хотелось. Вот что произошло с природой человеческой. То есть возникли вот те явления, которые в христианском богословии называются страсти. Что такое страсти? Это вот эти извращённые, добрые, прекрасные свойства, с которыми был создан человек. И так оказалось это во всём. Чего мы не коснёмся? Например, питание. Ну как же, необходимая совершенно вещь. Но разве многие ли могут, чтобы просто кушать? Нет. Если вкусненько, можно и объесться. А то уж можно совсем переесть. Кажется, вино – хорошая вещь. Вино веселит сердце человека. Ну, посмотрите, во что превращается. И так далее. Вот что произошло с человеческой, именно с человеческим существом, говорит христианское богословие. И насколько это справедливо, мы можем в этом убеждаться на каждом шагу. Лучше всего, конечно, в самом себе. Но мы предпочитаем на других убеждаться. Он, смотрите, он какой! Он негодяй! Он обманщик! Он паршивец! Ну, я-то хороший, конечно! Это уже естественно. Так вот, но действительно, мы можем убеждаться в этом на каждом шагу. И не только на себе, но и, конечно, если мы обратимся к истории, к мировой истории. Видите, куда мы замахиваемся. О чём мечтает человек и человечество? О мире, о справедливости, о согласии. А что происходит в истории? Войны, кровопролитие, насилие, захваты, кровь, непрерывная кровь в истории человечества. Что же это такое? Откуда? Как понять? Если не принять вот этого христианского положения о том, что произошло действительно искажение, извращение вот этих добрых свойств, которые в нас уже говорят не по-доброму, хотя остаётся что-то, конечно, остаётся, но говорят не по-доброму же, а по-злому. Посмотрите, зависть что делает? Обратите внимание, почему ненавидят Россию, Запад? Зависть к России! Как же! Богатая страна! И там ещё есть свобода! Там человек чувствует себя свободным, может верить как угодно и говорить что угодно, а там всё зациклено, всё машинное, да, и зависть главная. А зависть – это источник и ненависти, и злобы, и чему угодно. Вот в чём причина, объясняет христианство, того, что человечество, мечтая, кажется, о самых высоких и прекрасных материях, тем не менее, всё время остаётся в грязи. Вот что происходит! И доказательства действительно вот налицо. И история человечества, и история любой жизни, но лучше всего своей, конечно, как я уже говорил. Вот христианство и ставит свои задачи. Во-первых, объяснить это. И чтобы человек понял, наконец, и понял, что всё то, что христианство называется страстями, что это вовсе не хорошие вещи. Это дурные вещи. Они противоестественны. Они отнимают у человека счастье, отнимают радость жизни, отнимают. А ведь обратите внимание, и если христианство говорит о том, что мы должны с благожелательством относиться к любому человеку, независимо от его национальности, от его веры, от его убеждений, независимо от его социального, тем более, положения, ко всем нужно с благожелательством относиться, то разве это плохо? Разве плохо, когда христианство говорит, что нужно быть великодушным, что нужно быть справедливым, что нужно быть честным? Хорошо. Хорошо, конечно. Кто же против? Ну, не против. На самом деле, на самом деле, посмотрите, какое стремление к богатству, какая алчность власти. Обратите внимание, когда происходят выборы, где угодно, на Западе, а теперь и у нас. Какие страсти, боже мой! Какой грязью обливают своих соперников! Просто стыдно подчас даже слушать это и не понимает этот человек, который обливает грязью другого человека, кем он себя-то показывает. Разве тебя после этого можно избирать? Если ты так обливаешь грязью, правда? Ну, конечно же, нельзя! Согласна, Алексей.